МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В горах ночью до 5 градусов мороза, а днем до 5 тепла. В Черкесске облачное с прояснениями погода, временами дождь. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0,2, а днем 7,9 градусов тепла. Совсем скоро в Карачаево-Черкесии состоится юбилейный республиканский конкурс фортепианных ансамблей. О его проведении, чему он будет посвящен в этом году, рассказала в интервью нашей программе директор детской школы искусств микрорайона Московский Татьяна Дышекова. Доброе утро, Доброе утро, Татьяна Борисовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Татьяна Борисовна, скажите, пожалуйста, чему посвящен нынешний конкурс? Шестой юбилейный конкурс, республиканский конкурс фортепианных ансамблей, посвящен 25-летию образования нашей республики. Расскажите, пожалуйста, об участниках конкурса. Участники нашего конкурса – это учащиеся музыкальных школ, школ искусств нашей республики. Это представители всех районов. А кто является инициатором этого мероприятия? Идея возникновения этого конкурса принадлежала преподавателю фортепианного отделения нашей школы, методисту Гавриной Татьяне Алексеевне. А организацию проведения конкурса на себя взяла директор школы Эмма Михайловна Каспарянс. Она провела 4 конкурса, которые, в общем, дала путевку в жизнь этому конкурсу. Скажите, пожалуйста, конкретно, кто помогает вам проводить этот конкурс? Конкурс – это очень серьезное мероприятие, которое, конечно, требует огромной подготовки. И, разумеется, мы сами не смогли бы все организовать, все устроить так, чтобы это было на хорошем, серьезном уровне. Конкурс проходит под патронатом нашего учредителя, главы администрации Ужжигутинского муниципального района Мурата Алибиевича Лайпанова. Он взял полностью финансирование конкурса. Это приобретение призов для каждого участника конкурса. Независимо, займет ребенок какое-то лауреатское место или нет, каждый ребенок получает мягкую игрушку, получает буклет, получает печатную продукцию с символикой конкурса. То есть я надеюсь, что все участники будут довольны. И это будет не только борьба конкурсная, это будет еще и праздник, который надолго запомнится. Кроме того, нам очень помогла Елена Евгеньевна Червонова, председатель комитета по социальной политике Народного собрания парламента Карачаева Черкесской Республики. Она помогает нам очень много нашей школе. И в подготовке этого конкурса Елена Евгеньевна финансировала приобретение наградного фонда, медали, кубки для участников, их преподавателей. Ну и по многим вопросам, с которыми я обращалась к Елене Евгеньевне, она очень нам помогла. Спасибо ей большое. Кроме того, конечно же, невозможна подготовка такого конкурса без поддержки, весомой поддержки Министерства культуры Карачаева Черкесской Республики. Рамазана Хамидовича Барокова, директор методического центра Елены Михайловны Шатровой и непосредственного нашего руководителя, председателя комитета по культуре администрации Ужигутинского муниципального района Бориса Умаровича Турклева. И хочу просто сказать, что Борис Умарович вместе со своим старшим братом Ильясом Умаровичем много лет назад написали прекрасную песню, которая стала гимном нашего конкурса. Все участники любят эту песню и в конце, при завершении нашего конкурса, всегда с удовольствием поют. Это всегда очень такая яркая, торжественная точка финальная нашего конкурса. Я благодарю вас за интервью. Спасибо вам. На этом «Утренний блок вестей» завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемезом Пьешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин